Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Бросился в самое пекло. Президент Беларуси наградил мальчика, который спас своего брата на пожаре. Вот этот орден очень редко взрослые люди получают. Какова цена отважного поступка? Шоппинг-лист. Соцработники бесплатно доставляют продукты одиноким пожилым людям. Девочки хорошие, такие сердечные работают. Всегда помогут. Как воспользоваться услугой? Штормовой вторник. Не спешите, самое главное, всегда успеем. Беларусь накрыл густой туман. Чего еще ждать от небесной канцелярии в последний месяц осени? А также пенсионный счет, заблокированный аккаунт и электронная площадка в стране уменьшит административную нагрузку на бизнес. За личное мужество президент наградил мальчика, который спас своего двухлетнего брата на пожаре. ЧП, напомним, случилось в Медельском районе. Возгорание произошло в тот момент, когда родителей не было дома. Роман Кагодовский героически вынес из пламени младшего брата. Жизни малыша ничего не угрожало. У самого мальчика диагностировали 50% ожогов тела и поражения дыхательных путей. Рома перенес более 20 сложнейших операций и провел в больнице полгода. За его исцелением следила вся страна. Ситуацию держал на контроле лично глава государства. Сегодня президент наградил Романа орденом за личное мужество. Вот этот орден очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий герой, поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден. Наградами отмечены также врачи, которые боролись за жизнь маленького белоруса. После церемонии Александр Лукашенко провел мальчику персональную экскурсию по Дворцу Независимости. Роман признался, встречаться с президентом ему сперва было боязно. Но глава государства оказался простым в общении. Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил героя за урок отваги. Заполнить холодильник, не выходя из дома. В Абруйске действует доставка продуктов и лекарств для одиноких пенсионеров и инвалидов. За товары, конечно, нужно заплатить, а вот привезут бесплатно. Ольга Васенда о том, как работает услуга. Алло, здравствуйте. Это социальная служба? Антонина Щербаченя впервые пользуется услугой по доставке продуктов. Раньше, признается женщина, в магазин просила сходить друзей и соседей. Купить лекарства и вещи первой необходимости не для всех так просто, как может показаться. Особенно, когда есть проблемы со здоровьем. У Антонины Сергеевны вторая группа инвалидности. А из родственников не души. Многое, что я сама справляюсь, как бы так. Но социальный центр, я знаю про его, что люди очень отзываются хорошо о нем. Это там девочки хорошие, такие сердечные работают. Всегда помогут. И когда я обращаюсь, всегда помогают. Это вот правда. Соцработник спешит на помощь. После звонка не проходит и 20 минут. Первым делом уточняет пожелания пенсионерки. Все детали записывает. Сколько, где и что купить. Деньги берет под роспись. После обсуждения деталей направляется на рынок или в ближайший магазин. К нам обращаются пенсионеры, одинокие граждане пожилого возраста. Доставка продуктов, лекарственных препаратов. Мы приходим к людям неоднократно. Кто-то обращается. Кто-то по состоянию здоровья и в связи с эпидобстановкой не может пойти купить продукты. Приносим продукты. Люди очень довольны качеством и обслуживанием нашего центра. Доставка не требует лишних затрат. Услуга бесплатная и безопасная. Сотрудники центра социальной защиты работают в масках и перчатках. Без лишней надобности в квартиру не заходят. После покупок возвращают сдачу и предоставляют чеки. Услуга «Горячая линия» по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов, она, на мой взгляд, очень удобна для людей пожилого возраста. Лишний раз не нужно ходить в магазин. Достаточно набрать номер телефона, и к вам придет волонтер, возьмет необходимую сумму денег и ваш заказ, и выполнит это все в ближайшем магазине. «Горячая линия» в центре социальной защиты работает еще с марта 2020-го. С тех пор зарегистрировано свыше 1380 заявок. «Горячая линия» в центре социального обслуживания. Здравствуйте. Ковидный период стал серьезным вызовом для граждан, которые находятся в зоне особого риска. Одиноко проживающих людей и инвалидов в стране сейчас около 800 тысяч. В Бобруйске продукты питания и лекарства нуждающимся. Специалисты доставляют по будням с 8 до 17. Телефоны горячих линий на ваших экранах. Ольга Васинда, Станислав Чещерин. Бобруйск, 360. Ночное зарево. В поселке Брожа горела хозяйственная постройка. Сигнал службы спасения поступил без малого в три. Огнеборцы сработали оперативно. Под ударом стихии оказалось строение местного лиспоза. Повреждена кровля, перекрытие, некоторое имущество внутри здания. Пострадавших нету. Причина пожара выясняется. МЧС напоминает, если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 или 112. Снижение нагрузки, банковский счет и старые деньги. Обменять банкноты образца 2000 года можно до 31 декабря. Куда обращаться? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси уменьшат административную нагрузку на бизнес. Накануне обсудили предложения и подходы по сокращению и упрощению процедур. Сейчас список обширный. До 2024 их количество снизит примерно на 75%. Это коснется каждой сферы экономики. Важная роль здесь отводится от цифровизации. Через три года большую часть операций переведут на единую электронную площадку. Беларуси могут получать пенсии в 13 банках. К ним относятся Беларусьбанк, Паритетбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк. Заявление о перечислении выплат в один из них можно оформить в отделе по труду, занятости и соцзащите горы исполкомов. Подробный список на официальном сайте Национального банка. Слово, деньги начисляются на открытый гражданином счет. Доступен он и при использовании платежной карточки. Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета. Подписчиков было более 23 тысяч пользователей. Корпорация прокомментировала решение. Он отключен в соответствии с внутренними правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций. И не может быть восстановлен. Напомним, на платформе СК размещал официальные заявления, сюжеты по громким уголовным делам, материалы по борьбе с наркотрафиком, противодействию детскому насилию и многие другие важные для общества материалы. Обменять банкноты образца 2000 года можно до 31 декабря, напоминает Нацбанк. С 2022 они будут считаться недействительными. Кассы-регуляторы расположены в Минске по улице Толстого 6. Работают по будням. Напомним, динаминация в Беларуси прошла 5 лет назад. Белтехосмотр в октябре выдал почти 84 тысячи разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Это на 30% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Стоит помнить, для прохождения процедуры водителю понадобится удостоверение, техпаспорт, страховка, документы от оплате. Также автомобиль должен быть чистым. Беларусь сегодня окутал туман. Атмосферное явление заставило быть на чеку как водителей, так и пешеходов. Тем временем аэропорты Москвы и вовсе были вынуждены отменить полеты. Надолго ли тренд? Карина Гуревич. Штормовое предупреждение, сильный туман. Такой прогноз ждал белорусов на сегодня. До полудня всю страну окутала серая пелена. Видимость от 100 до 500 метров. В первую очередь это опасность на дорогах. Для водителей существуют строгие правила, которые помогут избежать неприятностей. Включать свет, противотуманные фары, не включать дальний свет. Какие правила нужно соблюдать в туман? Конечно. Не спешите, самое главное, всегда успеем. Годовые огни включаю. Ну, они сами у меня включаются, просто, ну, и скорость контролирую в каких-то опасных участках. Не менее важно соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Во время поездки на дальние расстояния водителям стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия напряжения. Главное – максимально обозначить свое присутствие на дороге. Причем касается это не только автомобилистов. Туман диктует правила и для пешеходов. Пересекая дорогу, следует быть осторожным. Сначала убедитесь в полной остановке автомобиля. А лишь затем подходите к краю проезжей части. Погода шокирует не только белорусов. В Турции из-за сильного тумана временно закрыты проливы Босфор и Дарданеллы. Видимость ухудшилась еще с ночи, а к утру и вовсе превратила водную гладь в слепую зону. В то же время у россиян ситуация не лучше. Москва стала похожа на Сайлент-Хилл. В столичных аэропортах задержали и отменили свыше ста рейсов. Такая ситуация там может сохраниться и до завтра. Бобруйчан в среду тоже ждут метеосюрпризы. Завтра преобладание облачной погоды, временами дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный. 5-10 метров в секунду, местами порывут до 14 метров в секунду. Ночью термометр остановится на отметке плюс 3. Днем воздух прогреется до 12 и выше нуля. К слову, белорусов ожидает аномально теплый ноябрь. Однако возможен и мокрый снег. Но надолго, если верить синоптикам, он не задержится. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Подарки со смыслом администрация Ленинского района передала именинникам из детского социального приюта праздничное угощение. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 из кимо. Честого детишек, которые оказались в трудной жизненной ситуации, добрая традиция. Презенты на Спартаковскую 4 по особому поводу доставляют каждые три месяца. В пакетах сладости, в ящиках фрукты. Детки готовят утренник, и это все проходит в торжественной обстановке. Учат какие-то стишки, сказки, танцы у нас. И просто один раз в месяц готовится такой праздник. Любой ребенок, любой ребеночек наш, он любит тепло, уважение, ему необходима доброта. В первую очередь это доброта и тепла наших родных, близких. Сейчас в социальном приюте мечтают вернуться к маме и папе 28 ребят в возрасте от 3 до 14. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова